Свадьбы не будет. Рестораны и организаторы торжеств подсчитывают убытки. В Казахстане количество браков за время режима ЧП сократилось в три раза. В четыре раза упали доходы владельцев банкетных залов. Молодожены массово переносят свадьбы, а то и вовсе отменяют церемонии. Бакатгулякасова о том, как свадебная индустрия ушла на бессрочный карантин. Покупка свадебного платья и костюма – торжество на 200 человек. Забронирован ресторан, внесен задаток. Но коронавирус испортил все планы Санжана Касенова и его возлюбленной. Удалось лишь зарегистрировать брак. Переносить свадьбу пара не согласна. Торжество пришлось отменить. Подготовка у нас совершенно на нуле. Мы не выбрали платье, ничего абсолютно не сделали. Разговаривали с администрацией ресторана, они отказываются нам отдавать задаток. Остался какой-то месяц, мы не успеем ничего сделать. Я особо не расстроился. В отличие от жены и супруги. Я вообще в целом делал свадьбу для нее, для ее родителей, для моих родителей. В отличие от жены, жена расстроилась. Всего за период ЧП середины марта до начала мая количество браков сократилось в три раза. Владельцы ресторанов и вент-агентств понесли колоссальные убытки. Бизнесмены говорят, что их доходы в этом году будут в четыре раза меньше, чем в прошлом. Есть люди, которые не понимают и просят вернуть им деньги в полном объеме. Но мы рестораторы, условно говоря, взяв деньги у заказчика, мы же их не все полностью себе ложим в карман. Имеет место быть такое понимание, как свет, какие-то группы. То есть мы даем предоплату за продукты. То есть это всегда все идет по предоплате. Соответственно, стопроцентную сумму мы вернуть никаким образом не можем. Организаторы свадеб рассказывают, как в прошлом году к этому периоду уже было запланировано больше 30 торжеств. Ни одного свободного окна с июня до октября. В этом даже планировать какие-либо банкеты никто не хочет. Оставляли предоплаты и говорят, Рустам, знаешь, уже не актуально. Мы там улетаем, условно, за границу учиться. И поэтому нет смысла свадьбу проводить. Верни, пожалуйста, аванс без проблем. Потому что аванс возвращается только в том случае, если не возвращается. Если, допустим, заказчик сам передумал, не захотел. А здесь, так как сроки, и это пандемия коронавируса, поэтому без проблем мы возвращаем. Между тем, накануне открылись заведения общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест и летние площадки. Когда откроются крупные рестораны, пока неизвестно. В одной только столице заведений с вывеской «Тойхана» около 80. В каждом банкетном зале работают около 60 человек. И все они сейчас сидят без работы. Прогноз неутешительный. Предприниматели из сферы ресторанного бизнеса говорят, что после открытия сокращение штата избежать не удастся. Бахат Гулюкасова, Наурыз Базаров, Ержан Эрхман Бердиев, Хабар 24.